Мы были в просто чудеснейшем заповеднике, где настолько потрясающая природа, настолько невероятная тишина. Видели пейкопу, я не знаю, как это правильно перевести. Это такое дерево, которое выглядело в виде какого-то тролля. Наверное, я неправильно перевожу сейчас. Но я, наверное, оставлю сюда правильный перевод этого слова. В общем, да, и оно настолько святое считается, что его даже нельзя было фотографировать. Поэтому мы его ходили рисовать его с натуры, можно сказать так. Мы видели болота абсолютно разные. Болота финские в этом заповеднике. И то есть настолько разнообразная такая поездка у нас была. И мы видели овец, которые паслись там прямо рядом с заповедником. Ну, настолько здорово. Также мы были на ферме, потому что там есть возможность именно всё натуральное покупать, всё рядышком. Это очень здорово. То есть мы видели коров, коз, свиней. В общем, там были петухи и курочки. Там были все. Вот. Тоже вставлю сейчас видео оттуда. О, какой ты красивый. У тебя тоже полосочка в глазах. Какой ты хор. Хорошенький. Какой красивый стоит. И поросяки побежали, побежали. Ух ты, он прям вылез. Ой. Ой, горю. Ой, что испугался? Смотри. Смотри. О, маленький. Да, какого лётики. Ой, смотри. Играется. Иди сюда, маленький. Иди сюда. Смотри. А вон ещё два маленьких. Смотри по дереву. Вернее, они как бы положили... Мамочка охраняет своих детишек, наверное. И также нам удалось увидеть просто настолько красивое явление, природное. Оно называется Гало. И происходит оно, может быть, раз, пару всего раз в году. И, ну, характерно больше, наверное, для середины Финляндии. Но они также появляются и как бы в Южной, и в Западной Финляндии. Но нам это просто повезло это увидеть. И мы были просто в таком умиротворении. Это было настолько красиво. И нам казалось сначала, что это какое-то паранормальное явление. Потому что такого из нас ещё никто не видел. То есть это выглядело такими радугами. Всё. Радугами вокруг Солнца. Голос греческого языка переводится как круг, диск, а также аура и нинк. Гало – это оптический феномен. Это такое светящееся кольцо вокруг источника света. Это может быть Солнце, Луна, но даже уличные фонари. Оно формируется с помощью ледяных кристаллов, находящихся в перистых облаках на высоте 5-10 километров. Отражённый переломлённый свет нередко отображается в спектр. И вот именно поэтому гало похоже чем-то на радугу. То есть мы увидели столько всего за такое короткое время. Буквально три дня там были. Но там было очень здорово. Нам настолько там понравилось. Также мы бы там прыгали на батуте. Я даже не знаю, как вам правильно называется. Батут или что там. На батуте. В общем, мы там просто отрывались. И ходили туда гриловать. Потому что там рядом с озером есть грильное. Такое место, где мы грилили. Я тоже вставлю сейчас видео оттуда. Вот. И действительно было очень здорово. Там есть сауна рядышком, прямо с озером. То есть можно из сауны прямо в озеро. В общем-то, окунуться. И я не знаю, это потрясающие дни были летом у меня. И я просто очень советую вам посетить это место. Просто супер. Также мы плели веночки из очень красивых цветов. В общем-то, мне очень захотелось сплести такой венок. Потому что их настолько много там росло. Вот по дороге, пока мы шли к озеру. И мне такая вот идея возникла. Что бы здорово было сделать венок. И тут мне Наталья говорит. Так сделай. И я просто начала рвать эти цветы. Ну, реально было не жалко, потому что их очень много. И фиолетовых, и розовых, и абсолютно разных. И, в общем, я сделала этот венок. Мы там пофоткались с подругой. Тоже, наверное, вставлю немножко видео с этим венком. Тоже очень здорово было. Ах, да, еще мне безумно понравилось, что вблизи с этим домиком, этой школой, есть огород. И там, то есть, ну, сад, огород. То есть, там и ягоды как можно собирать. Для салата ингредиенты мы просто ходили срывать с подругой. Прямо рядом с домом все росло. Это очень здорово. Это реально вот такая чистая еда. Салатики. Очень нравилось. Тоже вставлю обязательно видео. Мне нужно было обязательно это заснять, потому что для меня это было очень важно. Продолжение следует... Нам удалось побывать на ярмарке в Сааре Ярви, то есть там устраивалась какая-то такая ярмарка, вот, и мы тоже на нее попали, и это очень здорово, вот, и нам очень там понравилось, там очень хорошая тоже атмосфера такая была, там такие люди все добрые, открытые, очень, обалденно, в общем, я тоже вставлюсь в это видео с этой ярмарки. Вот, и, в общем-то, да, это, конечно, незабываемая, незабываемая моя поездка такая. Я очень надеюсь, что я еще раз туда поеду, и я поеду с удовольствием туда. Я не знаю, вот эта природа, вот этот домик, вот это вот хорошее настроение, вот этот вот позитив там, который присутствует, какая-то атмосфера теплая, потому что очень хорошие люди там живут в этом доме. Вот это вот просто, конечно, очень зацепляет, и именно из-за этого туда хочется возвращаться. Здесь я достаточно хорошо рассказала о этом месте. На самом деле, что там рассказывать? Нужно видеть глазами, поэтому я вам старалась добавлять сюда видео, чтобы окунулись хотя бы немножко в эту атмосферу Сары Ярви. Вот, и да, по возможности я бы, конечно, с удовольствием туда ездила. Вот, и я, наверное, сделала видео, как путешествовать дешево по Финляндии, потому что сейчас действительно пришли такие различные фирмы в Финляндии, которые делают просто по смешным ценам, значит, переезды, да. Вот, так что, вот такие вот автобусные компании позволяют уезжать далеко за пределы Хельсинки, а также Турку, ну и так далее, всех регионов различных. Так что, да, поэтому как бы нет такого особого барьера поехать туда. Я считаю, что это очень здорово, потому что, например, лет пять назад безумно дорогие цены туда. То есть, я не знаю, сколько же это получается, наверное, ну за сорок евро в одну сторону сто процентов, может быть, даже подороже, потому что это и то самое дешевое, как бы, вариант, сорок евро. Вот, я ездила за девять евро, поэтому разница очень большая. Я думаю, что я обязательно сделаю такое видео. Вот, так что, если вам интересно было посмотреть это видео об этом городе, об этом месте, в котором мы пребывали, то обязательно-обязательно поддержите меня пальчиками вверх. Вот, я наконец-то рада, что я сделала это видео, потому что я вот ждала какого-то определенного настроения, чтобы рассказать про это место, потому что не хотелось просто отстреляться, а хотелось именно рассказать. Вот, да, я, конечно, всем смело советую это место, те, кто хотят расслабиться, уйти из этой городской жизни и так далее и тому подобное. Всем огромное спасибо за просмотр, мы увидимся с вами в следующем видео, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok